Уже в третий раз Центр Брещины становится центром слёта православной молодёжи. Христорождественский приход города над Богом принимал гостей. Со всей области сюда приехали представители православных братств, чтобы вместе помолиться, поговорить о важном, принять участие в творческих мероприятиях. Такой блиц-слёт, блиц-формат, он как бы ставит перед молодёжью задачи, пути их решения. Проводится возможность молитвы, возможность общения, ну и возможность, конечно, окунуться в такую атмосферу единомыслия. Большинство ребят на слёте не новички, приезжают сюда ежегодно. По признанию юных берестейцев, такие мероприятия не только интересны и всегда несут массу полезной информации, но и дают возможность обрести новых друзей, а также расширить круг единомышленников, найти, к примеру, коллег по фотохобби или занятиям спортом. В первую очередь, это, конечно же, божественная литургия. Вот сегодня с утра все мы собрались, все молодые люди, и не совсем молодые, да, то есть руководители этого же братства, они собрались в церкви, они пришли к Христу, вот. Пришли, чтобы поделиться, да, поделиться, объединиться, как большая семья вокруг Христа. А если мы вокруг Христа, значит, мы уже большая семья, и нам радостно. Советую каждому приходить сюда, потому что здесь ты можешь на самом деле найти себя, потому что участь, например, в университете или в школе это сделает достаточно проблематично, люди замыкаются, некоторые им тяжело. А сюда ты приходишь, ты находишь ребят такие же, как ты, и ты можешь себя попробовать в разном направлении, тебе всегда рады, тебя всегда принимают с открытыми объятиями, можно сказать, да, и ты всегда найдешь себя именно в том направлении, в котором ты себя видишь. В программе слета несколько пунктов. Это и божественная литургия, и круглый стол, и концерт юных талантов Брещины. К слову о последнем. Артисты, которые в этот день выходили на сцену, совсем недавно были объединены в один коллектив. Его презентация застоялась в ноябре минувшего года, но уже сегодня график выступлений у ребят достаточно интенсивен. Но этому обстоятельству талантливая молодежь только рада и уверяет, что готова работать еще больше. Надо как-то привлекать творчеством людей, потому что у нас на сегодняшний день очень много творческих людей, и видно, то есть пишут в сети нам, то есть хотим принять участие у вас, хотим работать с вами, помогать там, делать то. Вот, как-то писать, творить. И видно их стремление к этому всему. Это очень радует, очень вдохновляет перспективам дальнейшим каким-либо.